Происходила Клеопатра из рода Птолемеев. Сам Птолемей, основатель династии, был ближайшим другом Александра Македонского и получил Египет в награду за свою службу. Потому, строго говоря, знаменитая царица была вовсе не египтянкой, а македонянкой или гречанкой, да и само имя Клеопатра греческое. Многие источники говорили о неземной красоте Клеопатры. Например, один римский историк утверждал, что она была так развратной и обладала такой красотой, что многие мужчины своей смертью платили за обладание ею в течение одной ночи. Отсюда и пошли все эти оклоинтимные легенды о Клеопатре. В действительности, она вряд ли была похожа на Элизабет Телор, сыгравшую ее 2000 лет спустя. Вот, кстати, одно из ее изображений на античной монете. Скажем, возможно, ее секрет был в уме и обаянии. Наиболее известные эпизоды из жизни Клеопатра – это ее романы с римскими полководцами. Первым был сам Юлий Цезарь. История их знакомства весьма примечательна. В это время Цезарь как раз вел войну с Гнеем Помпеем за владычество в Риме, а Клеопатра сражала со своим соправителем Птолемеем XIII. Помпея рассчитывал на поддержку Птолемея, но ошибся. Все закончилось победой Цезаря. И вот под покровом ночи в Александрию прибыла Клеопатра. Она рассчитывала использовать Цезаря для достижения ею власти. Ее тайком пронесли к Цезарю в мешке, хотя легенда поэтически заменила мешок ковром, и дальше Клеопатра сумела подчинить полководца своим чарам. Она даже родила Цезарю сына, которого народ презрительно называл Цезаренком. Сама же Клеопатра стала единственной владычицей Египта. Но вскоре Цезарь пал жертвой заговора. Потом на востоке империи власть получил Марк Антоний. Он захватывал одну провинцию за другой, пришла очередь и Египта. Марк Антоний собирался обвинить Клеопатру в помощи убийцам Цезаря, однако охотник превратился в жертву. Египтянка разузнала о любви Антония внешнему блеску, а уж блистать она умела. Клеопатра приплыла к Антонию на судне с золоченой кормой, пурпурными парусами и посеребреными веслами. Сама восседала в наряде Афродиты, управляли кораблем служанки в одеяниях нимф. В дымах благовоний корабль двигался под звуки флейт. Словом, суровый полководец без памяти влюбился. Их роман продолжался 10 лет. Дошло до того, что Антоний почти перестал бывать в Риме, живя в Александрии. Кроме того, он составил завещание, в котором признавал общих с Клеопатрой детей законными. Это его изгубило. В то время в Риме объявился его соперник Октавиан. Он сумел собрать вокруг себя противников Антония и начал войну. Помогло и завещание. Оно хранилось в Риме. Октавиан повелел вскрыть его, опубликовать. Его содержание оскорбило римлян, считавших Клеопатру лишь куртизанкой. Поразительно, но Антоний почти ничего не предпринял. Для обороны он продолжал нежиться в сладкой паутине своей возлюбленной. В итоге это стоило обоим жизни. Когда войска Октавиана подошли к Александрии, любовники решили покончить с собой. Антоний бросился на меч, думая, что Клеопатра уже мертва. Но у коварной царицы был еще план Б. Пленить своими чарами Октавиана. Но чары 40-летней женщины с четырьмя детьми уже были не те. Октавиан устоял. Вообще он собирался привезти Клеопатру в Рим как пленницу. Это и заставило гордую царицу покончить с собой. Считается, что испровывав на своих рабах все мыслимые способы ухода из жизни, она остановила свой выбор на укусе змеи. Весьма романтическая смерть, достойная такой особы.